Всем-всем огромный привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал Валериана. Меня зовут Аня. Очень рада поприветствовать всех, кто заглянул на мой канал. И сегодня у меня будет незапланированное, спонтанное парфюмерное видео на тему ароматы, которые я давно не носила и очень-очень сильно соскучилась. Что натолкнуло меня на эту тему? Я как-то перебирала свои флакончики, как я это часто делаю в своем парфюмерном шкафчике, и мой взгляд упал на пару-тройку ароматов, очень классных, которые я очень люблю, но которые почему-то необъяснимы, почему я абсолютно не ношу или носила уже очень сильно давно. И меня так загрызла моя совесть, угрызение совести буквально толкнули меня на то, чтобы я перебрала все свои ароматы, нашла еще парфюмы, которые я давно не носила, вытащила их все оттуда, поставила на видное место и села записывать для вас вот такое видео. Почему не носила эти ароматы? Это для меня абсолютно необъяснимо. Практически каждый из них, каждый, который я вам покажу сегодня, это аромат, который очень легко носить. Это носибельный универсальный парфюм, абсолютно неспорный какой-то. Это не то, что будут осуждать окружающие на вас, но вот почему-то не знаю, что произошло. То к ним у меня долгое время не тянулась рука. Возможно, потому что моя коллекция с каждым днем растет, появляется много новичков и не успеваешь поносить всех ароматов, уделить должное внимание каждому парфюму. Это, конечно же, меня очень сильно огорчает. Но ничего, будем исправлять ситуацию. У меня сегодня около 10 ароматов, возможно и 10, я точно их не посчитала. И начну я с аромата, который действительно долго стоит у меня уже. Я его не носила еще с прошлой весны. Это аромат от Clinique, который называется Aromatics Invite. Вот его название этого парфюма. И шикарный флакон. Мне очень нравятся флаконы вот такого вот белого цвета. Непрозрачные флаконы меня всегда привлекают. Именно беленькие почему-то. Но пусть вас не обманывает этот белый цвет, потому что аромат в середине это не что-то такое мега-нюдовое, пижамное. Аромат, обрадающий своим неповторимым характером. Здесь у нас заявлена роза, флердоранж, лист фиалки, сичуанский перец, бензоин, ваниль, амбра, мускус очень красивый. Лично для меня я чувствую здесь прекрасные такие тонкие кожаные оттенки и шикарные пачули. Вот именно пачули делает из такого вот пудрово-нежного звучания более характерное такое звучание аромата. И это, конечно же, что-то с чем-то. Это такой тонкий, интеллигентный, строгий, отстраненный аромат. Такой дистанцирующий, да. Аромат в какой-то мере даже статусный. Он 100% украсит своего носителя и сделает в глазах окружающих его, мне кажется, даже более каким-то влиятельным. Я, когда его только купила, я сразу говорила, что этот аромат для работающих женщин, для бизнес-леди каких-то, или, возможно, даже для врачей. В общем, для женщин каких-то серьезных профессий. Очень качественный, сбалансированный, породисто-звучащий аромат. Его сравнивают на фрагрантике с белыми пачули от Тома Форда. Да, это похожее направление, это не одно и то же, это не клон Тома Форда, но это что-то типа того. И еще я слышу оттенки от Нарцисса Родригес Нарцисса и оттенок именно Нарцисса Форфе. Вот этих два аромата немножечко как бы сплелись между собой и оттенки чувствуются как того, так и того аромата. В общем, очень красивый утонченный аромат. Я очень жалею, что я целый год его практически не носила, но сейчас весна, теплая весна, мне кажется, его время. Буду с удовольствием наверстывать упущенное. Так, следующий аромат это моя любименькая Бьюти от Кельвин Кляйн, которую я также очень давно не носила. Почему-то вот не тянется у меня к ней рука. Возможно, я когда-то слишком ее объелась и когда только ее купила, я буквально не вылезала из этого аромата. То есть больше полфлакона я вылила на себя, я настолько хотела постоянно его на себе слышать. Это мой один из первых люксовых ароматов, которые я себе купила, и он мне очень сильно нравился. Уже тогда я понимала, что такое направление это мое. Аромат очень интересно раскрывающийся. Вначале это такая брыжущая, яркая лимонадность, очень сладкая, вкусная, такая задорная. И никогда не подумаешь, что этот аромат раскроется во что-то такое мега женственное, окутывающее, нежное. И в то же самое время очень-очень элегантное. Вот такой этот парфюм для меня. В нем небольшая пирамида, в нем есть только жасмин, кедр, семена амбреты. Но я здесь чувствую отчетливую лилию, и эта лилия мне слышится даже ярче, чем жасмин. Он не особенно яркий, не особенно насыщенный. Он сидит близко к коже, но это не умаляет его красоты. Такая тонкая, нежная женственность. Это женственность во флаконе, на мой взгляд. Красивое звучание, красивая качественная композиция. Красивый классический звучащий парфюм. Буду сейчас его носить с огромным удовольствием, потому что я считаю, что именно сейчас его время. Я как раз купила его летом, и на мне именно вот это раскрытие летом мне больше всего нравится. Я не люблю носить его в холода или ранней весной, как многие в принципе и делают, так как на мне в этот период он очень сильно одеколонит. А сейчас он раскрывается на мне так, как мне нужно, красивой, мягкой, женственной цветочной пудрой. В общем, великолепный аромат, и я очень сильно извиняюсь, что я о нем позабыла. Так, следующий аромат, который я купила также в прошлом году, и я его носила буквально несколько раз. А все потому, что при первых нанесениях, как только я купила этот аромат, он еще не настоялся. То есть он был очень такой прозрачный, немножко разбавленный, и немножко даже меня подразочаровал. В этом году я достала этот парфюм. Это аромат от Banana Republic, который называется Rosewood. В таком интереснейшем флаконе. И я поняла, что аромат исправился. То есть он стал намного гуще, он стал лучше, он стал таким, какой я слушала у моей парфюмерной подруги Тани, к которой я ездила когда-то в гости. Я пробовала ее аромат, аромат ее коллекции. Я очень оценила положительно этот аромат. И сразу, приехав от нее, я заказала его для себя на сайте Natina, по-моему, насколько я помню. И когда он приехал, я была немножко разочарована. Теперь пришло его время, он настоялся, он набрал оборотов. И это то, что мне очень-очень сильно нравится. Аромат как бы и простой, но в этой простоте его красота. И необычность, можно так сказать. Вот такого сочетания нот, как в этом аромате, я пока что не встречала. Возможно, потому что у меня не такой большой парфюмерный опыт. Но в этом парфюме есть изюминка, интересное звучание. В нем также немного нот. Здесь заявлен бергамот, насколько я помню, зеленые ноты. Заявлен чай и, по-моему, амбра. Никакого розового дерева, насколько я знаю, здесь не заявлено. Очень удивительно. Для меня здесь чувствуется очень хорошо роза, которой здесь нет. Но мне она здесь слышна. Не знаю, здесь все-таки есть какая-то цветочная составляющая. И мне кажется, что это роза. Для меня здесь есть, кроме амбры, такой солоноватый сандал. Хотя и амбра может давать солоноватое звучание. Для меня здесь есть небольшая кремовость, небольшая жирность в этом аромате. Он звучит очень объемно. Довольно-таки стойкий парфюм. Но он не удушающий, не глубокий, слишком не плотный. Он прозрачный. Прозрачный, но обладающий шлейфом. Вот это большая заслуга лично для меня у такого довольно-таки легкого парфюма. Есть древесность в этом аромате, но она вот для меня не особенно выразительная. А так аромат получился очень классный. Вот неординарный абсолютно. У него есть свое неповторимое лицо. За это я его ценю и буду с удовольствием носить в этом году. И, конечно же, я перед ним очень сильно извиняюсь, что я его не носила и не делала к нему повторных подходов на протяжении года. Так, следующий аромат, который я действительно очень долго не носила. Не знаю, что произошло, ведь этот аромат очень сильно мне нравится. Это аромат от Кинзо, который называется Flower by Кинзо. Самый первый, по-моему, в парфюмерной воде. Самый классический. И это потрясающе красивая пудра. Здесь пудра фиалковая. Здесь есть роза. Пармская фиалка. Болгарская роза. Ваниль, бурбон и белый мускус. Это самые главные ноты этого парфюма. И, действительно, он звучит очень пудрово. И я всегда говорила, даже с самого начала знакомства с этим ароматом, что эта пудра для меня иногда бывает просто очень сильно удушающая. Но в то время мой нос был не так сильно натренирован, как сейчас. Он мало чего слышал. И это действительно было для него что-то, возможно, слишком. Но сейчас, когда я подношу этот аромат к носу, когда я наношу его на себя, мне даже немножечко мало, маловато. Это очень красивая пудровость. Она все равно густая. Она все равно насыщенная. Она активная. Она немножко даже помадная, эта пудровость. Немножко жирноватая. Но теперь я только наслаждаюсь от этого аромата. Я думаю, что, скорее всего, никаких эксцессов не произойдет. И не всплевет какое-то воспоминание о прошлом. Потому что раньше у меня даже иногда этот аромат вызывал головную боль. Если я нанесу немножко больше его или близко возле носа, то я испытываю мигрень на протяжении всего дня от этого парфюма. У меня от него болела голова. Сейчас, я думаю, этого уже не произойдет. И я еще заметила, почему он меня тогда душил сильно. Я его носила не в тот период. Я его носила в холода. А эта пудра, она не хочет холода. Она хочет вот такого вот умеренного тепла, которое сейчас у нас за окном. Она прекрасно раскрывается. Звучит не ярко, не удушающе, не сильно шлейфово. Около вас, таким очень приятным, мягким, женственным кремом. Чем-то уходовым, лосьоном для тела. Ну и красивейшей пудрой. Кстати, хочу сказать, что аромат не звучит слишком современно. Ну и не слишком, как бабушкин сундук. То есть, в нем есть такая золотая середина. Я не могу назвать эту пудру очень современной. Но все-таки она и не устаревшая, и она абсолютно не ретро. Красивейший аромат. Буду с удовольствием его носить. И получать огромное удовольствие. Еще один аромат, который я носила, несмотря на то, что он мне настолько сильно нравится. Очень редко на протяжении года. У меня просто грызет совесть по этому поводу. Это аромат от Нарцисса Родригес Руш. Практически год, как я купила этот аромат. Но я носила его буквально несколько раз. На пальцах можно посчитать. Я не знаю, почему. Я не знаю. Возможно, потому что у этого аромата такое немножко будуарное настроение. Он для меня какой-то не особенно дневной. И надеть мне его как бы некуда. Возможно, мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь. Но как только я вдыхаю этот парфюм, у меня нет какого-то желания бежать на работу и заниматься будничными какими-то делами. У меня есть такое желание отдыхать и думать о чем-то таком приятном и романтичном. Значит, аромат у нас пудрово-помадный. И этот аромат из всей линейки вот этих кубиков для меня самый-самый любимый. У меня еще есть белый кубик, о котором я сегодня также вам скажу. Но этот все-таки самый любимый, несмотря на наличие в этом аромате белых цветов. Здесь есть тубероза и, по-моему, апельсиновый цвет. Но, несмотря на это, в этом аромате соблюден такой очень качественный взвешенный баланс. В первых нотах здесь ирис и роза, которые дают вот этот вот помадный акцент, аккорд этому аромату. И потом появляются эти белые цветы, которые в сочетании с этими розой и ирисом дают очень красивое такое манкое, такое влекущее звучание парфюма. Он очень приятный, он очень красивый, мега женственный, привлекательный такой и очень соблазнительный, вот именно на мой взгляд. Я не могу назвать этот парфюм ароматом помады чистой воды, но что-то помадное в нем на 100% есть. Очень мягкий, очень приятный, приятный в носке аромат. Он нравится окружающим, хотя я могу сказать, что моему мужу он немножечко таки не зашел. То есть он сказал, что он его очень сильно ощущает, что аромат очень активный и от него начинает болеть голова. В общем, вот такое вот несоответствие. И возможно от того, что его не похвалил мой муж, рука к нему моя не тянулась. Но будем исправлять ситуацию. Я буду 100% чаще носить этот парфюм, а потому что такая красота не должна простаивать. Обалденный, просто красота во флаконе. Ну и сразу перейдем к беленькому кубику. Нарцисса, самый первый классический. Он у меня в 50 мл флакончике. Как-то я покупала его давно у женщины с рук, этот остаточек во флаконе. И могу вам сказать, что аромат тоже очень красивый. Но в нем есть некоторое противоречие. Если этот аромат для меня, эта мега женственность, это не обсуждается даже, то здесь есть и женское, и мужское начало в этом парфюме. Здесь есть красивое, сливочное, окутывающее, мягкое, прекрасное гордение. Действительно, это образец красивого горденьевого парфюма. Но в то же самое время здесь много таких, немного мужских нот. Есть кедр и есть ветивер, которые на мне лично иногда выдают такой странный одеколонистый оттенок. Да, не всегда, но бывает такое, что неожиданно, откуда ни возьмись, появляется аромат какой-то пенки для бритья мужской. Вот такое что-то в этом парфюме есть лично для меня. Я знаю, что многие называют этот аромат ароматом невесты, но у каждого свое восприятие. Для меня это более такой сдержанный и унисексовый аромат. Мне кажется, что в принципе, если бы на каком-то мужчине я услышала этот аромат, это не было бы что-то абсолютно чужеродное. Аромат очень красивый, который заслуживает внимания, ну и моего внимания к нему это 100%. Так, еще один аромат, который я действительно очень давно не носила и показывала его недавно в подборке своих малиновых парфюмов, это аромат от Versace, который называется Vumen. И это великолепный аромат, это очень красивая композиция. Я не могу сказать, что он прекрасен только на весну, и именно сейчас меня просто озарило, что его и как раз нужно носить именно сейчас. Нет, он для меня демисезонный, то есть ни зимой, ни летом я его не люблю. Я люблю его теплой осенью и весной. И сейчас как раз пришло его золотое время, буду его с удовольствием носить. Он очень красивый и в то же самое время очень необычный. Он не понравится всем и каждому, потому что у него свое такое неповторимое лицо. Это аромат определенно на любителя. В нем интересное звучание, знаете чего? Такого сигаретного дыма немножечко и сигаретной пачки. И это может некоторых отпугнуть, некоторых насторожить, а некоторых привлечь. Мне это очень нравится. Это такая огромная изюминка этого парфюма. Таких ароматов, подобных на этот парфюм, я не встречала еще ни разу. И вот этого аромата, как видите, я использовала немного, но я переживаю, что его когда-нибудь снимут и он у меня закончится. Я даже когда-то заглядывала на сайтах, есть ли он. И он, да, продается. Он еще продается по нормальным, в принципе, ценам. И мне даже захотелось задублить этот парфюм, несмотря на то, что я его редко ношу. Нужно исправлять эту несправедливую ситуацию и носить этот аромат чаще, получать удовольствие от такого интересного звучания парфюма. Аромат очень стойкий, очень шлейфовый. Здесь есть роза, жасмин, бергамот, амбра. В принципе, простые компоненты, как бы, но удалось автору так интересно замешать этот парфюм, что это действительно достойно уважения, на мой взгляд. Аромат, классный, интересный, женственный аромат. Следующий аромат, который я вам покажу, это Тезори Дориэнте Бизантиум. Я вам уже недавно его показывала в каком-то из моих последних видео. И я о нем действительно просто забыла. Я купила его больше года назад. И это такая классная парфюмерная композиция. Я такого еще нигде не слышала, нигде не встречала. Хотя говорят, что этот парфюм похож на какие-то ароматы. И в частности на аромат от Монталь. Я не помню именно на какой. Но для меня эта композиция оказалась просто каким-то гениальным открытием. Это очень красиво звучало. Это очень бюджетно стоило. Это меня просто покорило. И в слепых тестах, которые у меня недавно были, этот аромат я не узнала. Я так восторгалась этим парфюмом. Я захотела сразу его купить. Я очень опасалась, чтобы он был недорогой. Чтобы я смогла его себе позволить. Но когда я узнала, что это он, я была просто в шоке. Я была так рада, что у меня он уже есть. И я могу с удовольствием им поливаться. И это повлияло скорее всего на то, что именно сегодня я показываю этот аромат в своей такой подборке. Аромат достойнейший уважения, достойнейший внимания. Кто любит красивый миндаль, густой, насыщенный, такой уходовый миндаль. Вот я такой миндаль очень сильно люблю. То есть это кремовое звучание миндаля. Это не кондитерское, не гурманское звучание. А вот такой миндальный какой-то крем или пудра. Здесь и кокос классно ощущается. И этот кокос дает вот такую вот молочность или сливочность. Здесь и лапданум, и какао, и гелиотроп, и мед, и корица, и ваниль. В общем, такая красота, такое пышное, окутывающее, очень яркое, такое пленительное лично для меня звучание. Вот как поднесешь к носу, вот невозможно просто оторваться. Настолько он мне нравится. Очень красивый аромат, очень бюджетный. Я вам реально рекомендую. Кто любит миндальные парфюмы, обратите внимание на этот бренд и на этот аромат в частности. Так, следующий аромат, который я вам покажу, я не носила практически уже год. Несмотря на то, что я его показывала в своей подборке ароматов на каждый день, универсальных парфюмов, я его очень-очень редко носила. Это аромат от Guerlain, который называется Chalimar Souffle de Parfum. Это мой первый Chalimar, который я себе купила. Это было ровно год назад, во время вот такого строгого карантина. Мы сидели дома и были распродажи какие-то на сайте Natina, насколько я помню. И я себе купила этот парфюм, если я ничего не путаю. И тогда, когда я его послушала, он пришел ко мне в таком каком-то легком-легком виде. То есть он был очень ненасыщенный, прозрачный. И это меня очень разочаровало, расстроило. Не тянулась у меня рука к этому парфюму именно потому. Потому что в нем не хватало для меня мощи. Мне очень хотелось вот этой мощи шалимаровской, которую в принципе в те времена я еще не ценила и не понимала. Но я думала, что все ароматы Chalimar должны быть вот такими насыщенными и мощными. Здесь же было все так, как и заявлено в этом аромате. Это было именно так. И аромат вел себя именно так, как производитель и заявлял его название. То есть Souffle. Souffle, это у нас в переводе с французского, это дуновение или дыхание. Именно такой был этот парфюм, как только я его попробовала. Мне хотелось большего, больше яркости, большей мощи. И он обрел эту мощь. Через год он настоялся и стал гуще, насыщеннее. И его слышу теперь от себя не только я, но и окружающие. Это, конечно же, меня очень сильно радует. В этом парфюме очень красивое сочетание нот, великолепная композиция, такая выдержанная, тонкая, летящая, воздушная, очень легкая, но в то же самое время впечатляющая. Очень красивое впечатление производит этот аромат. Здесь красивейшие цитрусы на старте, потом у нас красивейшая ваниль и для меня здесь великолепный ирис. Он заявлен как белоцветочный, но я как-то не особенно чувствую эту белоцветочность. Я слышу ирисовую, такую приятную, мягкую, окутывающую пудру. Не тяжелую, не густую, не давящую, но в то же самое время отчетливо ощутимую. Очень красивый, тонкий, изысканный и даже, я бы сказала, элегантный аромат. Очень его люблю. И когда закончится аромат в этом флаконе, обязательно приобрету себе еще. Потому что такой аромат должен быть в моей коллекции. Несмотря на то, что носила я его в этом году редко, я думаю, что эту ситуацию я исправлю. Так, ну и следующий, последний аромат, это как вишенка на торте. Это тот аромат, который я очень ценю и берегу, и именно поэтому я его так редко ношу. Это аромат от Азара или Азаро, который называется Визит. Аромат, который сняли с производства. К сожалению, о нем я услышала очень давно в парфюмерном блоге одной девушки, которая сейчас уже не записывает видео. И она очень рекомендовала этот парфюм как качественный, великолепно звучащий, просто шикарнейший аромат за недорогие деньги. Как известно, Азара это недорогой бренд, и который стоит иметь в коллекции, ну буквально каждому парфлюбителю. Я покупала его в остатке, на парфюмерных сайтах он кругом исчез, потому что его сняли с производства. Но девушка продавала, и мне очень классно повезло. Я купила себе таких вот полфлакона, и каждый раз, когда я подношу его к носу, я испытываю нереальное наслаждение. Это просто великолепный, шикарный аромат вишни с миндалем. Кто любит вишневые ароматы, если увидите где-то такой парфюм, простенький как бы флакон, ну немножко какой-то такой странный для меня, с вот этой золотой штукой, берите, даже не думайте. Потому что здесь настолько все красиво, при том всем, что не заявлен ни миндаль, ни вишня, здесь это самое яркое, что я здесь слышу. Аромат при всем том очень пудровый, окутывающий, такой бодуарный, женственный, женский аромат, такой определенной женской сексуальной энергией. Притягательный, манкий, влекущий, ну вот секси аромат, реально. И ношу я, возможно, его потому так редко, что это вечерний вариант, на мой взгляд. И таких случаев у меня очень-очень мало. И жалко мне его носить. Вот честно, жалко мне лишний раз его на себя наносить, потому что я знаю, что когда-то эта красота закончится, и у меня его не будет. Ну, в принципе, может быть еще хуже, он может испортиться, и я даже не успею им как следует насладиться. Поэтому я его все-таки достала, и все-таки буду его носить этой весной, сделаю себе такой праздник, доставлю себе огромное удовольствие от такого шикарного вишнево-миндального парфюма. Здесь и цианидность миндаля, и бобы тонко чувствуется, и гелиотроп, вот такое все окутывающее, манкое, густо-пудровое. Здесь и мускус такой чарующий в этом парфюме. В общем, ну великолепная композиция. Вот то, что я слышу в этом флаконе, это совершенно далеко от того, что написано в пирамиде. Очень странно. Шикарный парфюм, кто увидит, я рекомендую, обязательно покупайте. А если знаете, где он продается, пишите в комментариях, я себе его обязательно задублю. Вот такие ароматы, вот такие 10 парфюмов, которые я хотела вам сегодня показать, пишите обязательно в комментариях. Возможно, и у вас такие есть ароматы, которые вы очень любите, уважаете, цените, но носите крайне редко. По каким-либо причинам мне будет интересно все это почитать. На этом буду заканчивать свое видео. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои видео. Увидимся с вами совсем скоро у моих следующих видео. Всех вас крепко целую. До скорых встреч. Пока-пока.